Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Да пускай общается. Не ругайся. Ну что он обзывается? Нормально что-то? Ну и пускай. Ну не пускай. Делать ошибки, ты не делаешь. Не ругайся. В каком основании подошел, обзывается на человека? Почаночка. На представление. А это кто? Кто? Марсия. Марсия? У нас растут по присталу, мы пойдем, мы завтра к нему пойдем на суд. Почитать его. Да. Еще у него сегодня будет какой-то не ремонтированный очень интересный. Либо просто, вообще, когда-то лучше письма нападать. Но, тем не менее, можно и устно заявить, но прочитать и вновь. На постановлении Верховного Суда о том, что они не имеют права просто так не мотивированно заключать введение медиафиксации. Аудиозапись мы с ним не получили. Аудиозапись у кого-то. Аудиозапись у кого-то. Какой-то там уголовный написан. Там же написан. Это не важно. Это имейте в виду международное законодательство, оно не обговаривает, оно просто говорит о процессе и все. Это не важно. Совершенно, просто о процессе и все. Пресса, только разрешение в суде есть. А что, уже суд начался? Мужчина. Пресса с разрешением в суде есть, что ожидаете? У нас закрытое помещение. Ожидайте. Уже в данный момент суд начался. Уважаемые. Ожидайте, граждан. Вы зачем препятствуете? Вы зачем препятствуете? Вы беспределите? А на мне не нужно никакого разрешения прессы. Мне не нужно никакого разрешения. Вы уведомили судя. Мне без разницы. Вы знаете вообще постановление Верховного Суда об открытости? Что за беспредел? Вы препятствуете прессе, что ли? Вы прессе препятствуете, мужчина? Так что за беспредел? Я не понял. Уважаемые. Представьтесь, господа. Это что такое? Один и второй. Кого я должен предупреждать? Вы что творите? И у меня документы тоже. Я буду повышать. Вы что творите беспредел? Кто творит? Вы творите. Жалуйтесь. На каком основании? Распоряжение судья. Вы мне пускаете, а не судья. Распоряжение судья. Какое распоряжение? Он у нас законодатель, что ли судья? Я не понял одного. Не шумите. Или вам надо наплевать на закон? Подождите, вызывайте, пожалуйста, полицию. Полицию вызывайте, хорошо. Вы что беспределите вообще, а? Я в порядке. Еще раз говорю, почему ты беспределен? Не кричите, не тыкайте. Тыкать буду. Буду тыкать. Выйдите пока. Выйдите пока. Не трогайте меня. Руками меня не трогайте. Не трогайте меня руками. Вы отойдите от меня. Покиньте помещение. Это что за беспредел такой, я не понял, а? Убери руки отсюда. Э, ты что? Слышь, ты? Попутал что-то, что ли? Ты попутал, да? Орел. Ты попутал, я спрашиваю? Ты что? Уйди отсюда вообще. Спокойся. Ты дурачок сесть, наверное, решил, да? Вы говорили. На каком основании вы не пускаете прессу? На каком основании? Сами заявили. Не надо заявлять, у нас открытое заседание. Сошлитесь. Я выполняю распоряжение. Какое, какое решение уже? Какого председательства? Законы плевать, что ли? Я не понял одного. Он законотворится или кто? Он законотворится или кто? Точку закона, пожалуйста, озвучьте. Ведеральный закон. Озвучьте точку закона, на которую вы прессу не пускаете. Там вроде как не помещается. Да без разницы. Это не наши проблемы. Обязаны предоставить помещение. Слушайте, пожалуйста, проходите. А мы и есть слушатели, к вашему сведению. Вы не в курсе? Я без ничего. Я с камерой. Какая камерина? Дальше что? Я телефон выброшу. Я что, вы изначально себя... Так вы препятствуете прессе, я так понимаю, да? Я вам не препятствую. На каком основании? На каком основании? Можете сослаться на НПА? Сослаться можете на НПА, еще раз говорю. На нормативно-правовой акт можете сослаться. Вы нас даже не пускаете туда. В курсе? Или не в курсе? Судья ограничила. Представьтесь, пожалуйста, вы кто? Вы представьтесь сначала. У меня пресс-карта к вашему сведению. Вот можете ознакомиться. Вы представьтесь. А мне не нужен паспорт. Я не обязан его носить. А у вас паспорт есть свой? У вас паспорт есть, мужчина? У вас паспорт есть? Вы гражданин Российской Федерации? Вы гражданин Российской Федерации, нет? Вызывайте полицию. Сань, вызывайте полицию. Полицию вызывайте. Вы отпустите ручки. Это что, ваш кабинет, что ли? Мужчина. Сань, вызывай полицию, я снимаю. Вызывай полицию. Вызывай. Вызывай, вызывай, я снимаю. А где этот урод, который напал на журналистов? Уже, наверное, в зале. Вызывай, я снимаю. Свалил быстренько, что ли? Ушел туда, наверное, направо? Я понял. Ну, он и есть на видео. А вот, здравствуйте. У нас тут конфликт произошел в зале заседания суда. Не в зале даже. Ну, не в зале заседания. В коридоре. А, нет, в коридоре, в холле. С судебными приставами. Да, город Волгоград, Краснооктябрьский район. Краснооктябрьский. Нападение на прессу и закрытие. Нападение на прессу судебными приставами. И неизвестным лицом. Неизвестным лицом тоже нападение было. Хватал за камеру. Нет, он начал на меня нападать. Да, я являюсь журналистом. Александр Геннадьевич. По приезду людям скажу. Совершенно верно. Да, судебные приставы препятствуют журналистской деятельности. Хватаются за камерой. Не пускают в зал вообще? Второй этаж. Открытое заседание не пускают. Не то, что препятствуют. Они не пускают. Ну, заявы надо писать. Глянешь, Санитова? Ну, пойдем, сходим. Может быть, задержать этого пупыря. Ну, он же напал на меня. Ты что? Конечно. Да, он стукнул на камеру, наверное, налетел. Да? Конечно. Заяву надо писать на него. А, не важно. Примите, примите, пожалуйста, заявление от нас. Вы же должностные лица, правильно? Примите, нападение на журналистов было, поэтому будьте любезны. Примите, который здесь журналистов был. Видеофиксацию нужно узнать, кто он такой, чтобы вы проверили, кто он такой. Было нападение на меня. Вы уже вызвали? Вы, как должностное лицо, тоже должны принять. Любой должностный. Любой должностный. Вот он, вот он, вот он, вот он. Задержите его. Задержи его. Задержите его. Задержи его. Задержите его. Задержите его. Задержите его, еще раз говорю. Задержите его, еще раз говорю. Задерживайте. Иди сюда. Почему не задерживаете, пристав? Почему не задерживаете, я спрашиваю, пристав? Было нападение на журналиста. Вы только с бабушками лоеете. Полиция приедет. Почему вы не задерживаете? Вы должностное лицо? Потому что на пасту свяжу. Я еще раз говорю, почему? Сейчас почему не задержали? Мы пытались его задержать. Почему не задержали? Вот этого нападения на журналиста было. Мужик, который напал на меня, на журналиста. Сейчас мы и будем делать. С устного пишите. Устное заявление. Вы что беспределите, а вообще? Вызвали, почему не задержал он его? Вот этого мужика, который был сейчас. Про кого говорите? При вас, который кидался на втором. Который при вас кидался на меня, и сейчас приставу я сделал заявление, он не стал его задерживать. Он кинулся? Да. Именно. Именно. По мне. Почему? И меня тоже ударил. И меня тоже ударил, Саня. И хватал, и ударил, и по камере тоже. Почему не задержали его, я спрашиваю? Где его должны были с вами там? Сейчас вот я ему сделал, этому приставу он не задержал, он препятствовал задержанию еще наоборот. Мы хотели его задержать. Это размен мало, потому что мы не дрались здесь. Вы? Мы вам сказали задержать его, вы должностное лицо, почему вы его не задержали? Заявление, пишите спокойно. Я еще раз говорю, задержать нужно не неизвестное лицо, а выяснить нужно было, кто это. И на вас будет написано, не переживайте. Не забывайте про уголовную статью. Препятствующие журналистской деятельности. Оборзели совсем уже. Не выражаете. То есть оборзели это не выражение. Я? Подайте в суд на меня за оборзели. Подайте. Вот я и вижу, что вы действительно оборзели. Нет, не могу. Процессы идут. Не могу. Потому что с вами по-другому нельзя разговаривать. С кем с вами? С вами. Вот лично с вами. А с вами? С вами так. А с вами? Со мной? Да. Можно? Пойдем вообще. Куда пойдем? Ну, вон, ты идем. От камеры. Я не хочу на камеру. Я не хочу, чтобы подумали, что я в ютубе лазил. А уже будешь все равно в ютубе. Я не знаю, что я думал, что я не смотрел. Что? Нет? Что? Нет. Выйти. Хочешь подраться, что ли? Что ты здесь? А что ты хочешь? Что ты хочешь меня туда-куда прикладываешь? Да потому что нет уважения к тебе. Вот и все. К вам тоже. Вот и все. А у тебя должность позволяет. Ты на службе. А я не на службе. Понял? Вот служишь, называй меня на вы. Хамить. Я хамлю. А ты это хамление? Серьезно? В суд на меня подай. В суд подай. В суд подай. Сейчас. Представься сначала сам. Чтоб я знал, кто ты такой. Именно. Пойдем наверху. Да, сейчас. Естественно. Беспредельщики. Мы дожидаемся. Не переживай за нас. Ребята, прекратите выдумывать. Выдумывайте то, что не существует. Саша. Когда посмотрите? Да, скоро будет. Не переживайте. А что, смотрит? Конечно. Стоянным хозяйством передачи. А посмеетесь. А посмеетесь. Время есть посмеяться. Что не посмеяться-то? Не было бы так смешно, как не было печально. Пиво. Вот вам только обухаться только пиво попить. Вот я говорю, у вас просто деградируете, у вас мышление. Видите, какое у вас только мышление пиво попить. И посмеяться. Да, не ебут пить, а другие. Да какая разница. Другие. Вот я говорю, понимаете, вот ваша сущность в этом. Пивка попить. Это бы мой дет, когда он воевал и был великим танкистом, пиво бы пил, когда тут немцы наступали. У нас бездействие не было. Знаете, что? Вы тут вряд ли бы пиво пили. Дайте собакам мясо, может, они подерутся. Дайте похмельным квасом, а вось они перебьются. Чтоб не жреть ворона, ставьте побольше пугал. А чтобы любить влюбленным, дайте укромный угол. В землю бросайте зерна, может, появятся всходы. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»